Приветствую всех подписчиков и гостей канала! Продолжаем движение по группам Лиги Конференции. В группе С сразу три участника имеют опыт выступления на групповом этапе Лиги Чемпиона, но в разной степени. Загребская Динамо пять раз подряд остановилась в третьем отборочном раунде, но в 2011 году все же пробилась в основную сетку, однако в группе с Реалом, Леоном и Аяксом не набрала ни одного очка, забив всего три гола и пропустив более 20. Годом позже в группе с ПСЖ Порту и Киевским Динамо хорваты заработали свой первый балл. В последнем туре разойдясь в мир с украинскими одноклубниками, забив единственный гол на турнире. В 2015 году Динамо добила свои первые победы в стартовом туре, сенсационно переиграв Арсенал, но больше очков не набрала. А годом позже не сумела навязать борьбу Ювентусу, Севилье и Леону, проиграв все матчи, не забив ни одного гола. А вот уже в 2019 году загребцы до последнего боролись за вторую строчку с Шахтером и Аталантой, но в итоге с пятью очками все равно замкнули таблицу. Ну а в прошлом сезоне Динамо на старте вновь преподнесло сенсацию, минимально переиграв Дома Челси, что стало причиной ольняния Томаса Тухеля. Однако в последующих матчах загреб добыл лишь один балл, в домашней игре с Зальцбургом вновь замкнул свой квартет. В групповом этапе Лиги Европы Динамо участвовало шесть раз, четыре из которых не увенчались успехом. Но в сезоне 18-19 хорваты уверенно вышли из группы, а в 1-16 после выездного поражения Дома разгромили своего нынешнего соперника Викторию. Но в 1-8, одержав минимальную домашнюю победу, на выезде крупно уступили Бенфиги. Наиболее успешным получился сезон 20-21, в котором Динамо вновь выиграла группу без поражений, в 1-16 выбив Краснодар, одержав две победы. В 1-8 после поражения Тоттенхэма на выезде 0-2 дома забили в ворота шпор три безответных мяча и лишь в четвертьфинале уступили будущему победителю Вильреалу. В Лиге конференций загребская Динамо участвует впервые. Чешская Виктория, как и Динамо, впервые попала в Лигу чемпионов в 2011 году и в группе с Барсой, Миланом и Батэ сумела занять третью строчку. Через сезон Виктория вновь оказалась в мощной группе с Баварией, Манчестер Сити и ЦСКА, где снова сумела занять третью позицию, опередив армейца за счет выездного гола в личных встречах. В 2018 году Виктория снова стала третьей в непростой группе с Реалом, Ромой и уже знакомым ЦСКА, которую снова опередила за счет личных встреч, в то время как армейцы, дважды обыграв королевский клуб, замкнули таблицу. В прошлом сезоне Виктория не изменила себе, вновь оказавшись в группе смерти с Баварией, Барселоной и Интером, но тут уже очков набрать не удалось. При этом Виктория стала единственной, кто сумел распечатать ворота еще на Гельсмановской Баварии. В групповом этапе Лиги Европы чехи участвовали четыре раза, из которых дважды выходили в плей-офф, а также еще три раза попадали туда с третьего места в Лиге Чемпионов. Но лучшим достижением Виктории является 1-8 турнира, где команда была три раза. В 2013 году Чехов не пустил дальше Финни-Брахче, в 2014-м камнем преткновения стал французский Леон, а в 2019-м дорогу Виктории перешел португальский спортзинг. В первом розыгрыше Лиги Конференции Виктория становилась в шаге от группового этапа, после домашней победы 2-0, крупно уступив на выезде с Афийскому ЦСКА. Астана играла в Лиге Чемпионов лишь один раз в 2015 году, и в группе с Бенфикой, Атлетикой и Галтасараем не проиграла ни одного домашнего матча, в итоге набрав 4 очка, зацепив ничью еще в Стамбуле. В групповом этапе Лиги Европы казахстанская команда участвовала четыре раза, но лишь в сезоне 17-18 сумела выйти из группы, после чего в результативных матчах уступила путевку в 1-8 спортингу. В Лиге Конференции, как и Загребцы, Астана участвует впервые. Ну и явным аутсайдером на фоне опытной тройки выглядит Косовский Балкани, лишь в прошлом году впервые попавший в Лигу Чемпионов, откуда вылетел в первом же раунде о квалификации, и оказавшись в Лиге Конференции, довольно уверенно прошел все отборочные раунды, но в группе набрал всего 4 балла, дома поделив очки с румынским клужем и одержав выездную победу с хоккейным счетом над турецким Сиваспором.